Всем привет! Вы знаете, бывают в музыке такие истории, которые когда узнаешь, понимаешь, черт побери, а ведь как красиво это все получилось. И это не обязательно связано с каким-то большим успехом, а скорее какой-то драматичностью, но с обязательно счастливым и трогательным финалом. И вот сегодня расскажу вам не про какой-то крупный нашумевший альбом, нет. Сегодня красивая история одного некогда практически потерянного, никому не нужного, но позже найденного и очень впечатляющего альбома. Милая история, где есть семья, есть большой музыкальный бизнес, панк-рок, политика, принципы, неудачи и напротив неожиданный, очень долгожданный, удачный случай, которого бы не было бы, если бы не необузданное любопытство меломанов со всего мира. Ну и чтобы добавить еще немного интриги, вся сегодняшняя история каким-то чудесным образом связывает альбом 70-х годов и альбом группы The Armed. Спасибо патронам, бустерам и всем неравнодушным, что поддержали. Я Вадик Матвеев, это канал Дот Муз, будет интересно, погнали! Начинается наша история в Детройте в середине 60-х. Жили-были там три брата-подростка по фамилии Хокни, Дэвид, Бобби и Деннис. Как-то раз за ужином они вместе с семьей смотрели самое первое появление Битлз на одном из главных в те годы американском шоу Эда Саллимана. Именно с этого выпуска начинается так называемое британское вторжение. Выступление Битлов произвело впечатление и на братьев. И в один из последующих дней Дэвид находит на улице выброшенную гитару и решает, что это знак свыше и начинает учиться играть. Постепенно подтягиваются и остальные братья. Родители, поначалу не очень серьезно воспринимавшие увлечения сыновей, понимают спустя пару лет, что кажется дети не собираются бросать это дело. И тогда мать покупает им первые более-менее нормальные инструменты и позволяет им переоборудовать их спальню в репетационную, при условии, что те будут репетировать не меньше трех часов в день. И вот Дэвид за гитарой, Бобби на басу и вокале, а Деннис за ударными. И назвали они себя Rockfire Funk Express. Поначалу братья, как и было заведено в чернокожем сообществе, играли фанк, соул, ритм и блюз. Любовь к Битлз и прочему рок-н-роллу тех лет тоже проглядывала, но все же доминантой был скорее фанк. Но все поменялось, когда братья в начале 70-х оказались на концерте The Who и Элис Купер. Сильно впечатлившись тяжелым роком, они постепенно начинают знакомиться и с родной детройтской сценой, где в то время уже гремели The Stooges, MC5, The Dogs, The Punks и другие. Довольно быстро они решают, что недостаточно репетировать, надо и выступать. Тогда они начинают играть в местных барах и клубах. Но в черных районах Детройта публика не воспринимала и не понимала их музыку. По воспоминаниям Бобби Хокни их высмеивали, потому что в то время все в черном сообществе слушали Philadelphia Sound, Earth, Wind & Fire и прочих. А музыка братьев Хокни, напротив, была слишком агрессивной и резкой для местной публики. Но такая реакция только больше мотивировала парней. Они были полны решимости бороться за внимание. И они начинают искать рекорд лейбл. И так они связываются с Дон Дэвисом и подписывают контракт с Groove Shield Productions и начинают делить студию не с кем бы то ни было, а с самими фанкаделик. И там, в 1975 году группа записывает демо-альбома, состоящего из 12 песен. Но альбом не увидел свет. Лейбл все же понял, что протащить черную рок-группу было довольно тяжело в то время. Рок-музыка, особенно тяжелая, резкая, в то время скорее ассоциировалась с белыми. И хоть лейбл признавал сильный потенциал группы, идти на риск они не решились. Еще одним немаловажным фактором, который смущал лейбл, было название группы, которое братья Хокни сменили незадолго до этого, в 1974 году, после внезапной смерти их отца в аварии. Для Дэвида одним из способов пережить это стала попытка перевернуть смерть и попробовать превратить ее из нечто однозначно негативного в нечто позитивное. И так названием группы становится Дэв. Не, Чак, не ты еще пока. Группу с названием Смерть было сложновато продать в 70-х годах. Но Дон Дэвис верил в парней, и хоть и не смог их сдать у себя, по легенде предложил их демку своему более именитому однофамильцу Клайву Дэвису. Большому воротиле музыкального бизнеса, который за свою долгую карьеру успел поработать с Pink Floyd, с Брюсом Спрингстоном, Билли Джоэлом, As of Bass, Iris Smith, Whitney Houston и еще кучей больших звезд. И по легенде, Клайву Дэвису понравилась запись, и он был готов поработать с молодой группой, но при одном условии. Они должны сменить название группы. Братья Хокни сказали, что не бывать этому. По воспоминаниям Бобби, они были молодые и дерзкие, и верили, что смогут найти другой лейбл, который примет к себе первых черных панков. Просто для понимания, самому младшему Бобби тогда было чуть больше 18, кажется, а старшему Дэвиду было где-то 23. В итоге, в 1976 году, их пути расходятся и с GrooveShell Productions. Дон Дэвис продюсирует свой самый яркий и успешный хит Disco Lady Джонни Тейлора. И ему, ну прям скажем, явно было не до каких-то упрямых рокеров. А братья Хокни, они идут дальше. Создают в 1976 году свой лейбл Triangle Records, за несколько лет до бума DIY панк лейбл, попрошу заметить. И на собственные деньги сдают 500 копий Politicians In My Eyes с песней Keep On Knocking на второй стороне диска. И уже с этим синглом пытаются пробиться на радио. Но и тут им все отказывают. Это вообще, надо сказать, было тяжелое время для них. И чтобы как-то проветриться, они соглашаются на предложение дяди поехать в Вермонт, так сказать, проветрить голову. И там они задерживаются. Вместе со сменой города они меняют и музыку. Они оставляют панк-рок Детройту. Не дождавшись вот совсем чуть-чуть до бума панк-рока, DIY движа, первый черный харккор панк-группы Bad Brains и всего прочего. В Вермонте же достаточно быстро они основывают госпел-рок группу The Fourth Movement. И в 80-м году выпускают свой первый полноформат. Позднее, в 82-м, еще один альбом, после которого Дэвид Хокни понимает, что соскучился по дому и возвращается в Детройт. Ну а два других брата, Бобби и Деннис, основывают регги-группу Lamb's Bread, которая существует по сей день. А Дэвид продолжил выпускать музыку сольно под псевдонимом Ро Фрэнсис. Но все это уже совершенно другая история. I can see all the tears that's in your eyes unseen by others Альбом Дэв, он так и не вышел и остался лежать в коробках на чердаках братьев. И единственным наследием черный протопанк группы Дэв были две песни сингла, выпущенного в 76-м году. Вадик, блин, но тогда о каком альбоме этот ролик? Не спешите. Давайте перенесемся, скажем, на примерно лет 30 вперед. Шел 2008 год. Интернет расцветает, еще живы форумы, Facebook только становится мировым, а MySpace напротив готовится помирать. Музыка уже как несколько лет перешла в цифру, Spotify уже пару лет как работает. Но энтузиасты от мира меломанства не унимаются. Набирает популярность такая история, как диггинг архивных неизвестных записей. Многие утерянные и забытые релизы находят вторую жизнь в цифре. И вот в это время молодой, интересующийся панком парнишка по имени Джулиан на одной из вечеринок, где играл какой-то сборник, слышит запись, которая приводит его в шок. Он не верит своим ушам. Голос вокалиста кажется ему очень, невероятно знакомым. Он слышал этот голос не раз. Он часто звучал у него дома. Ну, правда, в другой, более легкой аранжировке, так скажем. Но тут же этот безумно знакомый голос звучит в совершенно другой музыке. У него не было никаких сомнений, что этот голос был голос его отца, Бобби Хокни. Узнав, как называется группа, он бежит домой и рассказывает об этом двум своим братьям, Уре и Бобби-младшему. Вместе они находят эту песню в интернете, в одном из любительских сборников разного панка и гаража. Переглядываются и понимают, что это не может быть никто другой, кроме их отца. Отца, которого они слышали не раз в записях Лэмпс Брэд, а возможно даже и в The Fourth Movement, однако про группу Death папа им никогда не рассказывал. И это присловит, что все три его сына были в панк-теме, да и уже там к тому моменту играли в разных панк-коллективах. Они пошли к отцу, и тот им сказал, что да, был такой грешок. Но он с их дядями предпочитают не вспоминать те времена, они, знаете, оставались для них довольно болезненными. И на этот раз уже молодые братья Хокни решили, что то, что делал их отец и дядя, очень круто и достойно памяти. Но когда они узнают, что где-то на чердаке лежит не только сингл, но и целый невыпущенный альбом, они и настаивают, чтобы отец его им показал. Джулиан, Урия и Бобби-младший просто охеревают от услышанного, и быстрехонько в том же 2008 году они сколачивают трибьют-проект под названием Роу Фрэнсис, названный так в честь псевдонима своего дяди Дэвида, которого на тот момент уже 8 лет как не было в живых. Он закончался в 2000 году от рака легких. Группа Роу Фрэнсис дает несколько концертов, где играют кавера на песне Дэв. Как говорил Бобби-младший, мы просто пытались найти способы информировать людей о музыке Дэв. Когда я впервые услышал это, я подумал, это не может быть правдой. Люди обязаны узнать об этом. Однако, таким образом, про альбом все равно никто бы особо не узнал. Он по-прежнему лежал на полке, и кроме сыновей Бобби Хокни, старшего его никто не слышал. Но и тут сыграл случай. За год до этого в 2007 году музыкальный коллекционер Мистер Меннис услышал песню Keep On Knocking на одной из компиляций 2001 года обскурных панк-синглов. Он сразу же влюбился в эту песню. По его словам, она была просто феноменальной. Вне времени и на все времена. Он стал искать оригинал и нашел на ebay копию того самого сингла 1976 года. И купил ее за 400 долларов. Найти что-либо еще о группе ему не удалось. Пока в 2008 году не увидел на каком-то из панк-форумов пост Бобби-младшего о находке, записи его отца и о концертах трибют группы Роу Фрэнсис. Так Мистер Меннис списывается с Бобби-младшим и позже связывает братьев с чикагским инди-лабелом Drag City, который как раз специализируется в том числе на перевыпуске старых архивных всеми забытых записей. И так уже в 2009 году выходит альбом For The Whole World To See спустя 34 года после его записи. Альбом сразу же встречает кучу положительных отзывов. Критики недоумевают. Они просто не верят, что в 70-х затерялся такой бриллиант. Альбом, который если не опередил свое время, то мог стать одним из флагманов эпохи. Джек Уайт из White Stripes, заядлый любитель обскурной музыки, писал про альбом. Я не мог поверить, что я слышу. Когда я узнал историю группы и какого года эта запись, я просто не мог поверить. Запись опережала панк. Она опережала время. Я не могу сказать, что альбом прям опередил время и панк. Все-таки к 75-му году панк уже стоял у ворот очень плотно. Просто панк и гаражные группы были и звучали часто не легче и не мягче. Но то, что точно выделяет музыку деф, это больший грув и оттяг, который явно был наследием раннего фанк прошлого братьев Хокни. При всей своей тяжести для своих лет альбом звучит грувово и с явным черным колоритом. А еще они были политически заряжены и пели на социальные темы за пару лет до Sex Pistols и уж тем более хардкор панка 80-х. От альбома из 12 песен осталось по итогу 7. Почему так? Не знаю. Но круто, что есть и они. Ведь на самом деле и они могли бы не сохраниться, если бы не вера Дэвида Хокни в эти песни, который незадолго до своей смерти попросил своего брата Бобби сохранить у себя мастер записи Дэв. Бобби начал отказываться, мол, да никому это не надо, но Дэвид настоял. Боб, сказал он, ты должен сохранить эти записи. Мир захочет узнать о них однажды. И когда мир будет готов, я хочу знать, что они у тебя сохранены. Успех альбома в 2009 году был довольно значительным. Бобби и Дэнис Хокни даже решают воскресить Дэв и поездить с концертами. На гитару они позвали своего друга Бобби Дункана, с которым играли все годы в Лэмпс Брэд. А чуть позднее на волне хайпа даже смогли выпустить еще один альбом в 2011 году с еще более старыми, ну какими-то прям совсем домашними записями. А в 2015 году и вовсе записали уже абсолютно новый материал, который так и назвали New. Альбом неплохой, но уже, конечно, такой ценности, пожалуй, не имеет. А еще помните, я в самом начале ролика упоминал, что вся эта история каким-то образом связана еще и с моими любимчиками The Armed. Так, вот вам еще один занятный факт. Барабанщиком на вот этом альбоме ультрапоп группы The Armed был один из сыновей Бобби Хокни-старшего, Урия Хокни. Да-да, это тот самый огромный верзилл за ударкой. Это сын одного из братьев Хокни из группы Дэв. И также участник группы Ро Фрэнсис. И хоть альбом For The Whole World To See со временем и стал культовым в определенных кругах, великим и действительно знаменитым он не стал. Он так и остался такой приятной находкой для любителей покопать поглубже. Однако, если это не первое мое видео, что вы смотрите, то вы тоже уже слышали не раз кусочек с этого альбома. Более того, он есть в каждом моем ролике и не по разу. Сейчас докажу. Да-да, тот самый аккорд, который звучит у меня во всех моих заставках, начиная с самого первого моего ролика на ютубе, первой части истории панк-рока, это аккорд из песни Politicians in My Eyes детройтской протопан-группы Дэв. Это канал Дот Муз. И с вами я, Вадик Матвеев. Привет. Это вышло случайно, надо сказать. Я изначально хотел для заставки использовать знаменитый брейкдаун из песни 43% Burnt, моих любимых The Dealinger Escape Plan. Но как бы я его не резал, мне не нравилось, как оно получалось. А надо было уже выпускать первую часть, и тут как раз под рукой был альбом For the Whole World to See, про который я как раз собирался рассказывать во второй части истории панк-рока. Ну и как-то, недолго думая, я понял, что вот этот аккорд весьма прост, изящен и тянет, как временное решение для заставки. Но по итогу эта заставка со мной вот уже два с половиной года. Вот такая, как мне кажется, красивая и даже, я бы сказал, трогательная, душевная история одного альбома. Надеюсь, вам понравилось и искренне рекомендую послушать альбом. Он правда очень крутой, особенно если держать в голове год его записи. Прежде чем закончить, хочу обратиться к вам с просьбой. У меня дальше в планах монтаж большого, сложного документального ролика, который мне будет тяжело тащить на себе в одного. У меня нет опыта в больших документальных работах, особенно я пока не понимаю, как сшить разные интервью с музыкантами в одну цельную лаконичную историю. Так что если среди вас, мои дорогие зрители, есть журналисты или люди с опытом в написании сценариев документальных подкастов, там фильмов и прочего, и при этом есть желание поучаствовать со мной в подобном проекте, напишите мне в телегу, пожалуйста. Нагружать не буду, но за советом бы обратился. Спасибо за просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, если еще нет, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я пишу короткие обзоры на новинки и не только. А еще там есть соседний чат, где мы просто общаемся, обмениваемся музыкальными мемами и просто всячески кекаем. Напоминаю про патреон и бусте, если есть желание и возможность, буду благодарен за поддержку. Также не забудьте заглянуть к моим корешам с канала Мертвых Собак Лай. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история, и если вы хотите еще, то рекомендую следом за этим роликом включить вот это вот видео в подсказках, где я рассказываю про еще одну очень классную черную группу из 70-х. Там очень мало просмотров, хотя музон тоже очень огненный. Всем еще раз спасибо. Традиционное, нет войне, нет старым, плешивым, закомплексованным диктатором до миру и любви. Пока-пока.